Один из наших учеников решил узнать, нужно ли указывать инициалы личности, когда пишешь ответ в автору части на ЕГЭ по истории. Он написал FIPI, и вот что ему ответили. В указанном случае задание сформулировано следующим образом. Назовите исторического деятеля, а не фамилию исторического деятеля. Когда у исторического деятеля есть известные современники-однофамильцы, инициалы указывать необходимо. В нашем чате сразу же поднялась паника. Все стали переживать о том, что нужно выучить все имена и отчества всех исторических деятелей, необходимых для ЕГЭ по истории. Как вы знаете, этих личностей сотни. Но на самом деле в этом ответе от FIPI нет абсолютно ничего нового и ничего страшного, потому что так было абсолютно всегда. FIPI нам пишут, что указывать инициалы у исторического деятеля нужно только в том случае, если у него есть известные современники-однофамильцы. То есть не просто однофамильцы, а современники-однофамильцы, которых нам тоже нужно знать для ЕГЭ. И в этом видео я предлагаю нам с вами обсудить таких личностей, которых нам нужно запомнить обязательно с инициалами для ЕГЭ по истории. По опыту ЕГЭ таких личностей всего четыре пары. Это отец и сын Растрелли, это братья Милютины Орловой и двоюродные братья Шуваловы. Давайте поподробнее поговорим про каждую из этих пар. Бартоломео Карл Растрелли и Франческо Бартоломео Растрелли. Итальянцы на русской службе. Бартоломео Карл Растрелли, старший из Растрелли, поступил на русскую службу еще во времена правления Петра I. Он был известным скульптором и создал такие произведения, необходимые нам, кстати, для ЕГЭ, как бюст Петра I, конный памятник Петру I перед Михайловским замком, а также скульптуру Анны Иоанновны Сарапченком. Франческо Бартоломео Растрелли, известный архитектор, был сыном Бартоломео Карл Растрелли. Он работал в основном в переуправлении Елизаветы Петровны и создавал свои постройки в стиле елизаветинская барокко. Для ЕГЭ по истории нам нужно знать, например, такие его сооружения, как Зимний дворец, Большой Петерговский дворец, Большой Екатеринский дворец в Царском селе, а также Смольный собор. Следующая наша пара — это братья Григорий и Алексей Орловы, сподвижники Екатерины II. Старший из братьев Григорий Орлов был фаворитом Екатерины II, от которого у нее даже появился внебрачный сын Алексей. Он поддержал императрицу в Дворцовом перевороте 1762 года, активно участвовал в деятельности Вольного экономического общества, а также помогал подавлять чумной бунт в Москве 1771 года. Второй из братьев Алексей Григорьевич Орлов также был сподвижниками Екатерины II, но отличился уже на военной службе. Например, он руководил эскадр русского флота в 1770 году Чесменском бою. И за победу в этом сражении он получил представку к своей фамилии и стал Орлов Чесменский. Петр Иванович Шувалов и Иван Иванович Шувалов — сподвижники императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II, а также двоюродные братья. Начнем с Петра Ивановича Шувалова. Он был видным государственным деятелем. Ему принадлежит инициатива проведения множества реформ. Например, ему принадлежала инициатива начала генерального межевания земель. И второе, и что более важно для нас, это отмена внутренних таможенных пошлин в России в 1754 году. И на ЕГЭ, например, в задании 5, он чаще всего и попадается в контексте отмены внутренних таможенных пошлин. Иван Иванович Шувалов был фаворитом Елизаветы Петровны. Ему совместно с Михаилом Васильевичем Ломоносовым принадлежит инициатива создания университета в Москве. Московского университета, который сейчас называется Московским государственным университетом. Ну и также ему принадлежала инициатива по открытию Академии художеств. Последняя и, наверное, самая часто встречающаяся на ЕГЭ пара — это братья Дмитрий и Николай Милютин. Дмитрий Милютин был военным министром в годы правления Александра II. И именно он проводил все военные реформы этого периода. Например, он сократил срок службы, и при нем же была введена всеобщая воинская повинность в 1874 году. Николай Жемилютин, он также был государственным деятелем и принимал очень активное участие в разработке крестьянской реформы 1861 года, по которой в России было отменено крепостное право. Вот таким образом мы с вами обсудили наиболее важных для нас однофамильцев-современников, у которых абсолютно точно нужно указывать инициалы, если вы пишете ответ во второй части. Если вдруг у вас появились какие-то идеи, мысли по поводу того, каких еще личностей можно добавить в этот список, пишите, пожалуйста, свои предположения в комментариях, и, возможно, в следующих видео мы разберем и этих персонажей. И, конечно же, присоединяйтесь к нашему курсу, на котором мы вместе готовимся к ЕГЭ по истории и разбираем в том числе такие неоднозначные вопросы, как, например, вопрос с личностями. Ну, это была Ира, онлайн-школа Вебиум. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok